Всем привет! У нас будет небольшая болталка сегодня о жизни здесь в Турции. Просто хочу сделать по ощущениям, что я здесь наблюдаю, апгрейд небольшой, потому что очень большой отток был иностранцев из-за непродления ВНЖ. Второе, из-за подорожания, в принципе, жизни здесь в Турции. Стало здесь не так выгодно зимовать жить и так далее. И что здесь вообще на данный момент мы видим по таким историям. По поводу ВНЖ открыли... У меня очень просто было много комментариев под многими видео о том, что начали ли давать ВНЖ, продляют или нет. Смотрите, всем, кто выходит замуж, семейный ВНЖ, без проблем всегда дают, с этим проблем нет. Но тем, кто туристический, тем, кто не может подтвердить свой экономический статус, то есть справка вот эта с доходов, то есть изменили правила в получении ВНЖ в отношении прошлого года, например, на данный момент. С этим стало, конечно, труднее это все, и очень многим приходит отказ до сих пор. То есть, знаете, вот продление ВНЖ, оно рандомное. В большинстве отказа, но есть люди, реальные единственные случаи, кому продлевают. Первое, да, у кого в порядке со всеми документами, вопросов кому нет, продлевают. Но отказов очень много, потому что и документы собраны, соответственно, что-то там, не знаю, фальшивая вот эта прописка, не могут подтвердить доходы официальные и так далее. Второе, в принципе, очень многие уезжают, потому что есть другие страны. Очень многие переезжают отсюда в Аргентину, потому что там дешевле жить. Очень многие еще в Испанию ездят. Я по своим знакомым, кого знаю, да, многие переезжают в Испанию или в Аргентину. Уровень жизни немножко другой. Хотя в Испании, казалось бы, квартиры подороже снимать, но, в общем, почему-то люди едут туда. Говорят, что выгоднее. В каких-то моментах проще получить документы и так далее, но, в принципе, жизнь примерно плюс-минус так же стоит, как в Стамбуле. То есть за эти же деньги попроще сделать свои документы. Далее, по поводу вообще иностранцев здесь, я их, конечно, гораздо в разы меньше вижу. Здесь остается также много туристов, приезжающих. Но вот на ВНЖ, на ПМЖ и на долгое, кто здесь задерживается, людей становится все меньше, меньше и меньше. Это очень сильно чувствуется. По поводу туристов. В основном здесь арабские туристы европейских стран и китайцев немало. Но и туристы такие платежеспособные, я бы сказала, у кого есть деньги для путешествий и ходить по музеям, потому что музеи с 1 января еще просто в разы подорожали. Есть музеи, где музейная карта, ну, такая она уже стала, уже стала не всем как бы доступна из местных, только иностранцы их приобретают, если в ней смысл. Но под 1000 лир есть музеи, где стоит в Стамбуле вход, билеты. Ну, такое себе удовольствие. То есть турок уже не каждый себе это может позволить. Хотя да, стоит сказать, что для турков, для граждан страны, когда у тебя есть кимлик, твой паспорт, у тебя в разы, конечно же, билет дешевле. Но все равно. По поводу жизни, что здесь вообще происходит, протекает, возмущаются ли люди, что стало чаще? Участились случаи, которые попадают в СМИ, самоубийствуя людей из-за своих финансовых проблем, из-за долгов, из-за кредитования. Просто тупо людям не на что жить и выживать. Некая депрессия, отчаяние такое прям замечается. За последние месяца три несколько таких 4-5 случаев в СМИ были. Скажете, не так уж и много, но это большой показатель для меня, потому что раньше таких случаев вообще не бывало, если что. Но люди продолжают терпеть ситуацию, которая происходит. Недовольство, я бы не сказала, что прям такое массовое недовольство экономикой происходит в стране, если про ощущения массы людей, про их какие-то реакции мы говорим. Возмущение где-то политикой, да, при этом остаются 50%, которые идут за ведущей партией политической. То есть это больше разборки политического толка, взглядов каких-то, но не экономикой уровней жизни. То есть очень многие пристроились, экономят, либо у кого-то вообще не поменялся уровень жизни. Очень много, и что я замечаю по менталитету, по поведению людей, вот 10 лет назад такого я не видела, не чувствовала так сильно, но немножко общество меняется, ментальность, можно сказать, характер людей, это всё влияет, стало больше людей, не то чтобы озлобленных, а хитрых, кто обмануть кого-то ближнего, да, вот этих моментов выживаемости. Ну, словно, по сути, да, когда тяжёлая какая-то ситуация, то если человек с хорошим, внутри у него хорошего ещё больше, он процветает, а если у человека и внутри и так было всё поганенько не очень, то его не лучшие качества и утрируются, и вылезают в критической ситуации. То есть вот критическая ситуация, экономическая, жизненная есть, и вот эти качества тоже у людей видны, стало это как-то поярче, таких людей, назовём так, стало больше. Я сразу скажу, что тут не всё везде упадок, и не все ужасно живут экономически в стране, очень много сфер деятельности, бизнеса различного, которые процветают, поэтому, ну, условно, скажу так, у кого были в Мазерате, они также продолжают покупать, там, Бентли или ещё что-то, они не замечают повышение среднего ценника. Те, кто был беден, говорят, и мы так и всегда бедно жили, страдают, но, по сути, средний класс экономический. Средний класс уменьшается, он больше скатывается в нищету, в безденежье, в нужду какую-то. Среднему классу, да, тяжело, но его процентное соотношение меньше. Кто был богатым, богатым остаётся, кто был бедным, бедным остаётся. Далее, по поводу жилья расскажу немножко. У нас вот именно берём Стамбул. Если я сразу говорю, я живу в Стамбуле, всё, что я рассказываю, это больше просто Стамбул. Я не могу знать, что там во всей стране вообще происходит. Это нас, как говорится, знаете, на своей шкуре правильно прочувствовать. Вот в плане Стамбула. За последние два месяца приобретения, продажи жилья у нас упали цены на квартиры. Например, вот я, просто у меня есть знакомая риэлтор, турчанка моя знакомая. Ну, не могу сказать там подругу-подругу, но мы общаемся, можем на кофе попить. Вот мы с ней недавно общались, я не узнавала, квартиры, которые стоили примерно там 240 тысяч долларов, покупали арабы, вот у неё клиенты, сейчас за 200 продать не могут. Квартиры стоят без мебели, правда, но вот 40 тысяч, они уже готовы избавиться от квартиры, скинуть её, но никто не покупает. Потому что у кого есть деньги, те уже купили, у кого сейчас нет денег, кризис экономический, квартиру уже не мечтают условно купить. Денег просто тупо нет, нет вот этого способности платёжной у людей, кому надо, тот покупает, по сути. Цены падают, но на аренду жилья, на Киру цены не падают, они также в Стамбуле и держатся в среднем, не пододвигаются, потому что продавцы, скажем так, квартир... Кто продаёт сейчас в Стамбуле квартиры? Иностранцы, которые их купили. Потому что им теперь стало невыгодно жить в Турции, или им не продлевают ВНЖ. Они от квартир избавляются. Продать иногда не могут, как вот в этой ситуации у моей знакомой риэлтора, и у неё не одни такие клиенты. Квартиры, допустим, так скажем, многие стоят, и на продаже стало больше вариантов выбора квартир, что-то купить. Если мы берём аренду, то хозяева, которые сдают аренду, в аренду квартиры, не опускают, естественно, ценники, они ждут нового сезона, сейчас ещё и лето будет, и весна. В общем, квартиры в Кире не падают. И я не думаю, честно говоря, что они должны падать, или что-то такое прогнозировать нереально. Цена такая и будет. Чтобы экономически, как бы не было в стране, хуже люди не стали, цена, задача будет такая же. Очень сейчас в стране, если мы берём экономически, есть большая разница, где ты живёшь, в маленьком городе, в провинции, или в большом мегаполисе, типа Стамбула, или Измира, или Анкары, цены разнятся. В туристических, смотрите, если мы берём там продукты питания, рестораны, жизнь какая-то социальная, всё вот это, то экстра очень дорого на курортах, типа Бодрума, например, или в каких-то таких местах, да, там Марморис, я не знаю, в Анталии некоторые заведения, ну, такие экстра, дорогие, и в Стамбуле, конечно, такие же страны тоже есть. Если мы берём провинцию, маленькие города, типа, например, Мерсина, недалеко, чем под Стамбул, или вообще там, Муглов, больше в провинции, да, другое побережье, то здесь жить, конечно, дешевле, даже по продуктам, по всему, очень большая разница. Если мы берём просто топовые, большие города по населению, Стамбул, Анкара, из Мир, Анталия, там немножко она в стороне, там другие ценники, то да, дорого, очень сейчас большое идёт переселение, последние два города, как года, последние два года, пардон, оговорилось, когда люди крупных городов, особенно Стамбулчане, сдают свои квартиры за дорого, сами переезжают в пригород, или куда-то там к родственникам, находят там работу, и если с возможностью, работают по удалёнке. Это часто такое стало, такая, можно сказать, такая миграция внутри страны небольшая происходит, потому что жить в провинции гораздо дешевле. Почему я говорю, что Анталия, это другое немножко, потому что в Анталии всегда так было и до сих пор остаётся, фрукты, овощи и вся прочая, сельхозпродукция, ну, по сравнению с Стамбулом, в два раза дешевле, на базар сходить туда, три раза дешевле, чем ты сделаешь в Стамбуле, потому что сюда привозное, бензин очень дорожает, да и в принципе, короче, аренда другая, другие цифры совсем, соответственно, здесь гораздо, гораздо в Стамбуле, это всё подороже. То есть, если мы сравниваем всю Турцию, вот честно, меня спросят по деньгам, чего как, я не могу сравнить всю Турцию за одно, сказать, я могу поделить всегда по зонам. Крупные города, это всегда дорого, всё, поменьше провинция, подешевле будет, то есть, всегда, вот этот, есть, категории такие, сказать за всю Турцию сразу вообще невозможно, это точно. Вообще, про настроение, если мы так посмотрим, то большое есть проседание среднего класса и молодого поколения среднего класса, есть социальные, социологические спросы были, статистика различная, то вот это те молодые специалисты, кто сейчас заканчивает учебу, кто ищет сейчас работу, или кто там до 35 лет примерно находит работу, то у них большой кризис, они все очень много уезжают или ищут себя в каких-то других сферах, не по профессии своей работают, потому что они, настроение их по социальным, вот этим опросам, люди себя, своего будущего, вот это молодое, активное, экономическое, которое, по сути, должно работать, да, поколение, не могут себя здесь найти, и они себя здесь не видят, потому что у них объективно нет на этой перспективы. Представляете, у них нет опыта особо по работе, если он только начинается, очень низкие зарплаты, по какому-то там социальному минимуму, на которые выжить в крупных городах, ну, просто сейчас нереально. Соответственно, это, ну, перспектив не дает нам никаких, да, этих людей, как правило, с ценами на недвижимость, у них не только, они не мечтают снять себе, купить себе квартиру, снять ее очень трудно, потому что у тебя, ну, условно, 700 долларов стоит только аренда жилья в Стамбуле, а тебе зарплату после окончания, не только вуза, ну, такая зарплата 25-35 лет, в лучшем случае 1000 долларов, ну, полторы, может быть, Стамбуле, это еще какая сфера, от очень многого, да, зависит. Но вот эта категория молодых специалистов, молодых энергичных, то, по сути, должен составлять вот эту рабочую, моторчик экономической страны, приносить налоги, платить, они разъезжаются, либо теряют свои квалификации, ходят в другие сферы, а вот среди, скажем так, упадка эмоционального, это все смотрится, конечно же, в этой категории населения. Грустно, печально, пока что вот так. Это, конечно же, изменится эти настроения, если будет экономическая стабильность в стране, будут перспективы, учитывая, что турки очень большие патриоты, то вот это поколение, скажем так, молодое, оно будет оставаться, будет работать, если они будут видеть, чувствовать перспективу, то есть, ну, просто им будет на что жить, будет что есть, они готовы патриотично в свою страну, конечно же, вкладывать. Еще последнее про деньги напомню, про учебу, очень сильно в этом году подорожала учеба в частных заведениях, то есть, в школах, в садиках и в институтах, где есть УЗЭЛЬ, то есть, частная система образования. Что там у нас? Есть цены для тех, кто, знаете, такая система контрактов, то есть, если ты заключил контракт на обучение, ну, например, возьмем, там, частную школу, к примеру, то следующий у тебя по закону подъем цены, там, что-то вроде 25%, как в аренде жилья действует, на следующий год тебе могут понять, но не на 100%. Есть предварительное бронирование, это вот, там, декабрь, январь месяц, на следующий уже, там, получается, 24-й учебный год, 24-25-й, это уже сейчас можно заключить контракт, прийти ребенка, там, в первый класс, там, в пятый, десятый, неважно, короче, уже сейчас зафиксировать цену, внести ее полностью, оплатить следующий учебный год. Так вот, когда это, по всей стране такая история, в учебных заведениях, когда это началось, родители пошли на встречи, собеседование, узнали, в общем, интернет пошла информация, что, например, если стоило обучение, там, 200 тысяч лир, то с вот этого учебного года он будет 500. Это больше, чем в два раза, если что, да, два с половиной раза цена поднялась. Затем у нас была встреча министра образования и директоров сетей частных школ и учебных заведений, там, институты туда входят, то есть, сетевые садики, таких самых крупных, конечно же, да, у кого сети по стране, самые такие, короче, дорогие и, как правило, и приплотненные, говорили о том, что напомнили, что есть условия контракта, в государстве есть правила, что пересмотрите там политику свою ценовую, типа, мы понимаем, что вы поднимаете цены, но есть определенные законы и правила. Посмотрим, ничего пока что, подвижки я не слышала, чтобы какие-то были на эту тему, ушли, короче, думать. Очень многие переводят детей из частного образования в государственное, от этого в государственных школах, садиках, конечно же, перенаполнение, в классах очень много детей. Не забываем, что все равно турки по многу рожали, как минимум, экономический кризис начался в 93 года, вот эта история, песня началась, а те, кто сейчас в школу и в садик ходят, их рожали до этого времени, и в семье подвое трое детей, это вообще ок и норм, поэтому в классах очень много детей, от этого, конечно же, и уровень обучения страдает, но это еще от школы, конечно же, зависит. Честно скажу, что вот если мы берем Стамбул, очень многие как жили, так и живут, люди реально приспосабливаются, стараются не терять свой какой-то уровень жизни, не пододвигать свои привычки, жить как это было раньше, потому что это дает, конечно же, некое спокойствие, ощущение стабильности, каких-то таких народных масс, волнений, всего прочего, вообще не наблюдаются, да, тяжело, затянули пояса, но с последнего живут, тянут как-то, ну, это касаемо крупных городов, сразу скажу, что в провинции жить гораздо легче, вообще даже тут нечего думать, в том плане, что если у тебя есть там огород твой, дом частный, например, кто-то снимать за Киру, платить за аренду не надо, и у тебя есть какая-то там зарплата или, не знаю, пенсия, если это пенсионеры, это вообще огород прокормят, за дом платить не надо, они вообще очень классно живут, они еще и своим детям в город, как правило, помогают, сейчас вот такая ситуация, но не забываем о том, что очень много пенсионеров, здесь в Турции, в крупных городах людей, которые снимают жилье и за всю жизнь им не обзавелись по каким-то разным причинам, вот тяжело сейчас всех, тяжелее всех пенсионерам в крупных городах, которые снимают жилье, мало того, чтобы там газ, вода, питание, но еще и за аренду платить, очень многие съезжаются в одни квартиры, то есть молодые и пожилые, нераздельно, чтобы меньше просто платить за аренду, или кто платил за аренду, съезжаются к родственникам, там или к близким своим детям, там всяко-разно объединяются, для того, чтобы не платить за аренду жилья или платить меньше, такое тоже наблюдается, я имею в виду в крупных городах, здесь нет никакого типа, не знаю, я сижу тут, поливаю грязью, я рассказываю то, как есть на самом деле, что тут люди говорят, о чем думают, что они здесь чувствуют, просто вам, условно, констатирую факты, а вот тоже делать выводы, хорошо это, плохо, или еще что, делать это вам, я просто рассказываю, как здесь есть на самом деле, если опять же, я предвкушаю вопросы, дальнозорких, или дальновидных людей, меня все устраивает, я никуда переезжать не собираюсь, я вам рассказываю просто, что я здесь, вот такие вот у нас здесь новости, если хотите, пишите комментарии под видео, я всегда им очень рада, если вам понравилось, ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, делитесь им, шерьтесь, будет больше просмотров подписчиков, это очень помогает развитию канала, в инфобоксе под видео ссылка, на телеграм-канал самых свежих новостей Турции, подписывайтесь, также есть моя почта, для ваших историй, анонимных, и если нужно, с запросом на индивидуальную психологическую консультацию, спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!